В Уфе проходит конференция идеала и ценности ислама в образовательном пространстве 21 века. Среди участников религиозные деятели России, Египта, Турции, Ирака и других стран. Совместно с педагогами и представителями Министерства образования они должны разработать стратегию совместной работы в отношении детей и молодежи. Подробности в сюжете Алексея Бычаева. Одним из главных гостей стал ректор университета Алясхар из Египта Ибрагим Салах Аль-Худхуд. Алясхар один из старейших университетов мира и самое престижное мусульманское учебное заведение. Его в свое время закончил и верховный муфти России Талгат Таджудин. В университете обучается около 40 тысяч студентов из более чем 100 стран мира и получают не только исламское образование. Мы обучаем их также светским наукам в Алясхаре. И таким образом наш выпускник обладает таким сбалансированным знанием, сбалансированным образованием в различных отраслях. В России и в Башкортостане в частности духовное мусульманское образование развивается. Около 800 студентов обучается в Российском исламском университете в Уфе под покровительством Духовного управления мусульман России. Верховный муфтий Талгат Таджудин утверждает, что кадров духовенства не хватает. Семь с половиной тысяч мечетей построены, а подавляющее большинство духовенства мусульманского 75-85 лет. Это почти что 80 процентов. И нужно готовить кадры, чтобы действительно нашу молодежь и верующих людей удержать от экстремизма, от проникновения радикальных течений. С докладами выступят ученые-теологи, исламские ученые, преподаватели. Вопрос экстремизма сейчас во всем мире стоит очень остро. Обмен студентами между университетами поможет бороться с этим, чтобы традиционный ислам обретал все больше сторонников. И они там получают знания об истинном исламе. Если позволит Аллах, наша нынешняя конференция также послужит увеличению количества студентов, которые, возможно, будут приезжать и из Башкортостана, и из других республик для обучения у нас в нашем университете. Уфа в мировом исламском сообществе рассматривается как один из центров российских мусульман. Уже много веков ислам неразрывно связан с жизнью башкир. Сейчас в республике 1060 мечетей. А в свое время одним из главных условий присоединения Башкортостана к России являлось сохранение свободы вероисповедания. Алексей Бычаев, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.